И снова здравствуйте, всем привет, TheBrush 2020, давайте сделаем парашютиста. Как будем делать, всё по Беррикову постараюсь объяснить, не такая уж сложная моделька. Итак, есть персонаж. Заходим в Subtool, находим Append, находим так, сферу, переключаемся на сферу, переключаемся на флур, вид сверху и попробуем теперь всё это дело тут обозначить. Так, Transform, находим активация симметрии по Y и радиалы. Так, радиалов можно, давайте побольше поставим, чтобы красивее было. Так, тут два варианта, или стандартной кисточкой нарисовать вот таким вот образом, что хреново. И теперь попробуем вот отсюда, вот таким вот образом провести маску. Теперь здесь немножко вот так вот порисуем, вот таким вот образом. Ну вот уже нормально. Ну и здесь вот, так, Ctrl-Z можно немножко вот так вот, как-то дооформить что ли. Ctrl-Alt, Ctrl-Z, кривовато, конечно, ручкой бы было хорошо, или как там там называется. Так, ну вот такой вот парашют. Теперь делаем вот такую штуку, Ctrl-I. И вот это всё дело с помощью MOV, так, отключаем активацию симметрии пока. И вот так вот Skyl чуть-чуть всё это дело надуваем. Получается вот такой вот парашют. И теперь можно снять маску Ctrl-Левая кнопка мыши. Где-то что-то долетить. Ну, короче, дооформить. Сейчас дооформим. Так, теперь нажимаем геометрии. Делаем всему этому делу дайномеш. Смотрим, что да как. 52, 52 тысячи полигонов. Сейчас всё это дело уменьшим. Ну, вот такая штукенция. Теперь всё это дело можно обрезать. Ctrl-Shift левая кнопка мыши. Вот таким вот образом получается вот такой вот парашют. И теперь что делаем? Делаем дайномеш, потому что у нас тут сетка немножко изменилась. Вот такая стала. Сделаем опять Ctrl-Левая кнопка мыши дайномеш. Сетка уплотнилась. Стала одинаковая более-менее. И делаем дубликат. Теперь ставим на прозрачность. Делаем теперь Skyl. Ставим вид снизу. Вот такая толщина в принципе пойдёт, чтобы ломки не было. Ставим на вычитание. Переключаемся на верхний Subtool. Делаем Merge Down. Окей. И снимаем маску. Вот такой получился парашют. Так, теперь поле F можно выключить. Также можно поработать в деформации, если кому нужно, инфлатом. Вот надуть. Можно сделать тоньше. Ну, в принципе, вот такая штука. Не перестарайтесь. Ну, а теперь немножко шифтом всё это дело можно выгладить. Также можно сердцевину здесь выбрать, чтобы прикольнее было. Давайте здесь уже попроще будет. Так, Subtool. Append. Добавляем цилиндр. Переключаемся на цилиндр. Делаем ему Dynamesh. Теперь делаем ему именно Skyl. Переводим вот в такой вид. Skyl. Вытягиваем побольше. Поднимаем. Уменьшаем. Вот таким вот образом. Ну, и теперь так. Давайте ещё поменьше, чтобы полоса была. И вот теперь опять же делаем вычитание. Делаем объединение Merchdown. Окей. И делаем вычитание. Ну, вот такой теперь парашют. Так. Теперь можно всё это дело немножко здесь вот сделать потоньше. Ну, всё-таки материал. А не какая-то консервная банка. Так. Всё это нормально. Ну, и опять же, можно где-то что-то пролепить. Где-то что-то добавить. Ну, словом, сделать всё это дело более нежнее и ласковее. Ну, вот такой вот принцип. Так. Alt. Левая кнопка мыши. Shift. Левая кнопка мыши выравнивает. С помощью умов всё это дело приподнимаем. Теперь можно немножко сделать его побольше. Сильно большой не надо делать. Добавляем. Up and добавляем теперь или цилиндр, или куб. Переключаемся на куб. Ну, опять же, делаем ему... Так. Делаем он динамес. Ставим вот в такую боковую позу. Вот, чтобы... Короче, чтобы вот так он стоял. Всё это дело теперь сплюснем. И вот так вот сплюснем. Все саптулы ненужные пока откручим. Теперь вытягиваем. Делаем ещё меньше, меньше, меньше. Ещё вытягиваем. Ну, где-то вот так вот. И что получается? Оставляем вот эту одну центральную. Делаем дубликат. Теперь с помощью MOV дубликат перекручиваем вот так вот. И вот так ещё его дубликат делаем. Перекручиваем в эту сторону. Ну, опять же, подставляем, выравниваем. Более-менее красиво тут делаем. Вот так вот. Кривовато. Где-то вот таким вот образом. Смотрим, чтобы тут вся полоса была ровная. Три лямки хватит для эксперимента. Теперь вот эту предыдущую объединяем. Merchdown с этой. И теперь Ctrl-Shift где-то вот тут обрезаем. Ну, типа вот такая пусть будет стропа. Теперь включаем парашют. Давайте сразу вот это всё дело теперь объединим. Тоже лямки. Ок. Переключаемся. Можно стрелочкой, можно клавишей N выбирать нужный саппул. Переключаемся на нашего персонажа. Так, теперь переключаемся на наши стропы. Делаем всему делу этому S. Перекручиваем. Подставляем где-то вот сюда. Alt. Левая кнопка мыши приближаем. Чуть-чуть вытягиваем. Смотрим, как тут всё установилось. Ну, в принципе, вот сюда и надо. Тут теперь другой вопрос. Чтобы вот эта вот вся заготовка полностью прилегала именно к парашюту. Полностью. Лучше пусть выходит, чтобы потом не было казуса. Так. Ну и немножко ещё вот так. Немножко вот так. И вот так это всё дело должно здесь стыковаться. Так. Смотрим. Перекручиваем. Перекручиваем. Вот так. Парашют немножко нужно перекрутить. Ну, вот где-то вот таким вот образом. Так. Стропы должны именно слиться. Сшиться вот с этим парашютом. Чтобы всё было нормально. И потом при анимации ни один этот хвостик не отходил. Так. Ну, а теперь Geometry Modified Apology Mirror and Well. Делаем зеркалку. И обязательно центральный какой-нибудь добавить. Subtool. Append. Ну, давайте добавим цилиндр. Переключимся на него. Сделаем ему опять же Dynamesh. Теперь его полностью уменьшим. Уменьшим. И уплотним. Ну, типа вспомогательный будет ремень. Вот так он тут будет выглядеть под гранатами. Смотрим, чтобы он опять же не был большим. Большой он нам не нужен. Ну, чтобы выделялся всё равно. Ну, вот такая вот у него обхватка будет. Ну, вот и всё. Теперь, что нам нужно. Нам нужно теперь это всё дело объединить. Салдафона не трогаем. Он нам не нужен. Делаем теперь Merchdown. Ок. И делаем Merchdown. Ок. Парашют сейчас 562 тысячи полигонов. Это многовато. Делаем ему дубликат. Отключаем салдафона. Что ещё тут можно сделать? Отключить нижний саптул, переключиться на верхний. И попробуем сделать ему Dynamesh. 68 тысяч полигонов. В принципе, это нормально. Смотрим. Делаем Ctrl-W одну полигруппу. Ну, и давайте немножко ещё уменьшим. Ну, где-то до 72. Так. Ну, попробуем теперь заремешнуть это всё дело. Вот теперь 8 тысяч полигонов. Смотрим, в каком состоянии лямки. Лямки нормальные. Даже есть вот этот переход со Scrap. Ну, а теперь сохраняем, экспортируем всё, куда там надо. В папку или ещё куда-нибудь. Вот такой вот солдат. Вот такие у него вставленные кости. Без анимации. Чисто болванка. С костями. Сделаем. Первым делом добавим файл импорт ops да, ops добавим десктоп и добавим парашют. Так. Вот здесь парашют делаем ему S подгоняем под нашего персонажа. Ну, опять же, чтобы он не был маленький и не был сильно большим. Ну, вот. Уже что-то. Так. И немножко его подредактируем. так, и немножко вперёд. Вот. Вот теперь верю. Добавляем. Так, сейчас я N-панель включу. Select box screencast. Okay, пардоньки. N- Shift-A. Нажимаем Mesh, нажимаем план. Делаем S. Вытягиваем всё это вот таким вот образом. Побольше. И назначаем материал песка. По прошлым роликам, кто видел, я его скачивал. Делал именно скриншот, по-моему. Нажимаем Image Texture. Подгружаем Image в текстуру. Смотрим, как что получилось. Вот теперь песок есть. Назначим теперь вот парашюту цвет зелёный. Вот так. И немножко потемнее. Так. Теперь выбираем персонажа и назначаем или тут цвет выбираем. или можно вот здесь уже. Вот он готовый есть. Пусть будет одинаково цвета. Так. Теперь надо же добавить горы. Это добавляем в Add. Есть такой Mesh и аддон. В прошлых роликах я показывал ландшафт. Подключаем ландшафт. Делаем ему S. Еще раз. Вот так вот S. Появилась у нас гора. Мы ее перетягиваем на задний план. Вот так. И с помощью Transpose можно немножко ее вот как нибудь вытянуть растянуть вот вот таким вот образом. Мы назначим ей материал тоже новый материал. Добавляем опять же можно скачан и иметь текстуры или просто цвет поставить. Так. Что нибудь этакое песчаное. Ох не туда. Ctrl Z Выбираем гору. Соскочило что-то у меня с мышкой. По-моему скоро придется менять. Так. Ну вот такой цвет у горы тоже типа песочный пойдет. Можно конечно ее потемнее поставить. Ладно пусть Следом добавим еще пару таких гор. Ниже их чуть-чуть подсадить. Вот теперь верю. Ну и делаем Shift D Перетягиваем теперь можно S как-то их поуменьшать. Еще S английского уменьшить. Как-то вот усадить и поменять им внешний вид. Чтобы они не были типа одинаковые. Можно одну цепь сделать из гор. Ну так как-нибудь. Вот таким вот образом. Можно их соединить чуть-чуть поближе вместе и сделать Shift D вот сюда как-нибудь и растянуть уже в эту сторону. Вот такая пусть гора будет. Вот. Вот таким вот образом можно так. Ну в принципе ландшафт есть. Добавим задний фон. Это Shift A. Добавим Mesh. Добавим план. И добавим его так тройка на нампаде. Перекрутим. Приподнимем. S увеличим. Немножко еще подкрутим. И еще немножко S. Так. Теперь нужно вставить опять же материал именно небо. Image текстуры. Опять же добавляем где у нас тут небо. Десктоп. Скриншоты. небо вот так вот растянуть и поставить на задний план. Вот так вот. Следом включим камеру. Выберем камеру. поднимем повыше чтобы видеть. Вот так немножко S смотрим 0 на нампаде. 7 на нампаде. Нампад под правой рукой. Так все вы вот так выстраиваем. 0 нажимаем и дальше отведем. Ну и чуть-чуть вбок. Вот так вот. Можно под углом как-то ее сделать и S побольше сделаем. 0 на нампаде. G Так куда она смотрит вообще интересно. так камеру Delete к черту что-то она сбитая какая-то. Так включим новую камеру вот вот это будет нормально. Подгружаем подгоняем жмем S 0 на нампаде 7 опять же повторяем перекрутку 0 на нампаде и вот она уже видит и задний фон. Так тройка на нампаде S G можно отвести 0 ну вот уже ракурс хороший гору можно потом оттащить куда-нибудь не беда. Так займемся пока камеру выключим и займемся вот этим персонажем. Что нужно сделать? Так первым делом единицы даже нет давайте на эту сторону делаем R G ставим где-то вот сюда тут будут руки и немножко вот так его раз и R выставляем все все теперь заходим в режим редактирования edit mode делаем E вытаскиваем косточку еще одну на нее нажимаем делаем делаем alt P clear parent и подставляем ее так G можно ее поставить наверх R вот так перекрутить G и где-нибудь вот вот сюда в принципе можно теперь опять вытаскиваем E так ctrl z давайте вот от этой вытащим E отсоединяем alt P clear parent G ставим где-то давайте вот сюда R перекручиваем G семерка на нам падим теперь shift D перекручиваем ставим вот сюда где-то перекручиваем опять же потому что здесь если при падении нужно будет подмять именно вот этот парашют то лучше пусть здесь косточек будет побольше ну где-то вот такая штука копируем только вот эту косточку и вот эту единица на нам паде shift D щелчок правая кнопка мыши mirror x global ну и с помощью вот так вот можно подставить чтобы уже ровно было ну где-то вот такая штукенция можно и сзади поставить косточку еще одну можно на пояс поставить давайте кстати так так E Alt P Clear Parent и жмем G и поставим косточку вот сюда на пояс R G теперь теперь можно пока именно вот этого гражданина наверное как вот тут закрыть ну в принципе не принципиально парашют план план пояс так выделим пока вот этого гражданина и что сделаем сначала объединим давайте вот это вот выберем парашют и через shift через shift вот эти вот косточки и делаем ctrl-p with automatic widget объединение произошло теперь выделяем нашего персонажа и усаживаем его так усаживаем его вот сюда вот на парашют назад такая штука даже сделаем подождите вот таким образом выделяем косточки заходим в edit mode и вот эту вот косточку надо сделать r g и немножко с чтобы она выпирала чтобы ее можно было потом при анимации хоть найти так выделяем выделяем вот этого персонажа вот этого и усаживаем его назад вот сюда ну а теперь нужно поработать именно с этим персонажем выбираем его кости и заходим в так edit так сразу еще выделим парашют выделим косточки и зайдем в post mode выделяем вот эту косточку и выделяем делаем ctrl-p это вот соединили мы теперь парашют вот с этой костью он будет теперь вместе с ней двигаться обжиг мод снимаем выделение косточки выделяем жмем post mode выделяем косточку так вот эту косточку жмем g вот так вот таким вот образом назад отводим и сверху так парашютно отключить можно пока тут уже опять его не отключишь и вот теперь нужно вот эту косточку вот эту перекрутить и перекрутить и перекрутить и ставим вот так отводим вставим g немножко где-то вот так немножко вот сюда и вот так ее кистер перекручиваем получается где-то вот такая штукенция немножко g и и поближе и давайте чтобы он ее взял вот так через shift выделяем косточки и r и g так теперь что получается через shift выделяем вторые фаланги так теперь нужно выключить косточки и посмотреть что тут вообще наверчено вот этот палец не так перекручен этот надо в бок вот при анимации вот это все дело будет вылазить ну смысле видно будет так и вот этот палец и перекрутить в эту сторону смотрим теперь как бы что ну вроде более менее нормально можно еще кисть как-то посильнее перекрутить и и уже подогнать по-другому да переходим д Professor или у и у ну в принципе ничего так пойдет для начала этот процесс долгим подгонки вот эти все теперь R G вот так и R перекручиваем кисть мы повторяем все то же самое включаем видимость костей первая фаланга вторая третья четвертая R подгибаем выделяем через shift у третьей фаланги опять же R поджимаем ну и повторяем все то же самое G теперь это вот эту фалангу можно вот этой фалангой вот так сразу R отключаем смотрим хреновенько но держится пойдет уже потом что-то серьезнее можно будет посидеть подольше поделать ну и что еще ну и голову конечно к земле смотрит она вот так вот ну вот подготовили таскадера так теперь включаем планы что тут лихт свет тоже сейчас поднастроим заходим в object mode выделяем все косточки вот эти и заходим посмотрим зачем все кости выделять чтобы в режиме позы можно переключаться было между каждой английская выделяем и вот смотрим что будет происходить так 0 на нампаде нам нужно вот этого персонажа оттащить вон туда вдаль 0 снимаем G так что-то тут распадается ctrl z пробуем только так object mode выделяем только персонажа post mode а английская G по моему кости не прилипли так ctrl z ctrl z выделяем в режиме позы и проверяем G все прилипло вот теперь все нормально выделяем теперь косточки все парашют и и и и и и теперь всё срослось. Выбираем какой-нибудь ракурс G. Вот так вот повыше. 0 на нампаде. Вот с этого угла он должен будет вылетать. 0 на нампаде. Опять же G. Уводим. И немножко давайте его перекрутим. Вот так вот. Смотрим. 0. G. Вот сюда его подставляем. И с угла он пойдёт уже на кадр. Так. Ещё вот можно единственное что сделать. Зайти в Object Mode. 0 на нампаде. И поработать немножко с камерой. Дюжет она какая-то хлюпая, маленькая. S побольше. G подальше. 0 на нампаде. Вот теперь он больше ракурс занимает. Уже будет получше. Так. Ну опять же выбираем все косточки. И заходим в режим позы. Теперь английская A. Ну и можно просто сделать, что он будет спускаться вниз. Так. Смотрим 0 на нампаде. Прописываем. Так. G. Уводим его где-то вот сюда. Вот так наверное. И с угла он будет появляться. Делаем A и LockRot. Прописываем всё это в таймлайне. первый кадр. Жмём G. Переводим на 10 кадр. Жмём G. И вот он. Ну давать помедленнее, чтоб всё нормально было. G. А и LockRot. Прописали. Так. Теперь жмём опять же G. А и LockRot. Вот. Тут ещё фишка в чём? Что можно в процессе менять его позу. Как это всё делается? Вот мы сейчас находимся. Ну допустим так. Что тут произошло? 0 на 10 кадре. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Вот он 10 кадр. Прописываем теперь 20 G. Немножко R. Как бы наклоняем его. И делаем A и LockRot. Прописываем 0 на нампаде. И если будет крупный план, то можно ему тут менять именно вот эту вот позу. Поза меняется как? Вот выбираем, если вот эту косточку и выбираем ручную через Shift, то мы можем G, вы видите, стропой водить. И рука ничего не сбивается. Что ещё можем тут делать? Можем корректировать вот этой косточкой верхней. И именно, ну вот, как парашют тянется. Вот так вот где-то его там чуть-чуть корректирует, типа ветер играет. Ну опять же, не забываем ноги, голову, куда он смотрит. Вот на этом кадре можно прописать ему голову, что он будет R смотреть, допустим, вот в бок. Вот так. И перепрописываем A и LockRot. Ну и продолжаем так. Оттаскиваем 0 на нампаде. Жмём G. Немножко теперь перекручиваем в другую сторону. Вот так поровнее ставим A и LockRot. Теперь опять же G. Забываю, что-то я сегодня на Тайване переключаться. G. Вот так. 0 на нампаде. Ну и R, допустим, можно вот так чуть-чуть его выкрутить. Чуть-чуть вот так. Выбираем стропы через Shift. И как будто вот он их G, ну вот как бы он вперёд их вот так подтягивает. Это вот опять же на ракурсах будет видно. И вот эта часть как бы тянется. А и LockRot 0 на нампаде. Смотрим теперь. Смотрим теперь. Перетаскиваем. Таймлайн. G. А и LockRot. И G. Так же можно записывать несколькими камерами, тремя камерами, сделать анимацию самой камеры. И вот так вот, где камера, теперь можно вот так вот G. Теперь перекрутить G. А и LockRot 0 на нампаде. Смотрим вот этот ракурс. Выкручиваем теперь. Переносим на 80-й кадр. G. Вот так вот. 0 на нампаде. Смотрим. Так. И немножко R. А и LockRot. Ну можно больше тут конечно ещё потом прописывать. Тех вот этих движух. Теперь что нужно сделать. Смотрите. Переносим timeline. И вот так вот G. Смотрим как он тут. R. Смотрим. Смотрим R. Смотрим R. Смотрим. А и LockRot. 0 на нампаде. Так. Кочки пока можно за их не отключить. И теперь вот таким вот образом задумка R перекручиваем. Тройка на нампаде R, перекручиваем G, 0 смотрим что-то как. Жмём A и LockRod, перепропишем здесь камеру A и LockRod. Так, выделяем. Жмём S, пардон, на сотый кадр, Ctrl Z. Субтитры создавал DimaTorzok Поправим теперь стропы G. И вот эту стропу чуть-чуть он на себя типа тянет. Ну где-то вот так вот, чуть-чуть динамики. А, и LockRod. Так, 0 на нампаде. Заходим в Object Mode. Так, снимаем выделение, выделяем кости, отключаем видимость костей. Тут кости тоже подключаем. Так, ставим на таймлайне 110 кадров. И смотрим. Вот он пошёл, пошёл, пошёл. Сейчас он в камеру должен залететь. Прикольно. Можно ещё больше тут всего подобавить. Ну и опять же технику не забываем. Какой-то палатки где-то можно поставить и так далее. Всё, всем пока. Вот такая вот штукенция. Субтитры сделал DimaTorzok